Русский человек не может жить без удовлетворения своих духовных потребностей. И помните это всегда. Это наши русские. Эти слова произнес король-рыцарь Александр Коргеоргиевич в далеком 1933 году. История русского дома тесно связана с приездом десятков тысяч россиян, которые после ужасной гражданской войны нашли убежище в тогдашнем королевстве сербов, хорватов и славянцев. Большая их часть была сосредоточена в восточной части страны, на сербских территориях. Центром эмиграции стал Белград. Главные органы эмиграции размещались в историческом здании посольства России напротив королевского дворца. В 1929 году в Белграде проживало 9,5 тысяч русских, около третьей всей русской эмиграции в королевстве. Конечно же для них одноэтажное здание бывшего императорского посольства оказалось слишком маленьким. Эмиграция к тому моменту уже выпускала около 200 периодических изданий, десятки нотных изданий, театральных программ, множество мемориальных и культурных обществ действовали в эмигрантской среде. Требовалось место для совместных собраний. Несмотря на братский прием как правительства, так и простых людей, белая эмиграция чувствовала в Сербии пустоту из-за потери контакта со своей родиной. Чтобы поддерживать тесную связь с русским миром, созрела идея создания собственного культурного и научного центра, который занимался бы сохранением идентичности тех, кто был вынужден покинуть свою родину. Инициатива была полностью принята и поддержана королем Александром Коргеоргиевичем, патриархом Варнавой, а также рядом влиятельных и богатых сербов того времени. Идея создания Объединенного центра русской культуры возникла по инициативе, основанной Югославским королевством Государственной комиссии по вопросам русских беженцев и Русского культурного комитета, возглавляемого профессором-славистом Александром Беличем. Реализация грандиозной идеи началась в марте 1931 года, а освещение фундамента состоялось 22 июня 1931 года. В него была замурована грамота, в которой, среди прочего, было сказано. В эти страшные времена замученный, едва находившийся в живых русский люд был принят с распростертыми объятиями югославским народом, пригрет и утешен им. После продолжительного и болезненного сна русские люди очнулись от страшного кошмара, и благодаря заботам и любви славного короля Александра I и его верного народа, они снова ожили, нося в своем сердце все ценности духовной и моральной жизни своего народа. Чтобы дать этим ценностям достойное хранилище, чтобы их живительные силы вызвать к новой жизни, чтобы духу русского человека дать возможность предаться столь любимым им научным и художественным занятиям, и, наконец, чтобы русское юношество, родившееся на чужбине, закалить в лучших традициях славной Родины, и был создан настоящий дом. Строительство началось в нижней части русского государственного участка на улице Кралица Натальи. Здание русского дома спроектировал военный инженер Василий Федорович Баумгартен. Официальное открытие Дома русской культуры имени царя Николая II состоялось в воскресенье 9 апреля 1933 года. На самом здании русского дома были размещены две плиты с надписями. На одной по-сербски было написано «На вечную память о славном императоре Николай II, защитнике сербов». Вторая плита была на русском языке «В вечную благодарность прославленному королю Югославии Александру I, защитнику русских». Позже в нишах вестибюля были установлены бюсты двух этих правителей. Под сводами русского дома, названного в честь царя-мученика Николая II Романова, находились многочисленные учреждения, необходимые для сохранения идентичности и культурного, духовного и любого другого развития белой эмиграции их потомков. В здании находились русский научный институт, русская публичная библиотека с архивами, издательский комитет, музей Николая II, музей русской кавалерии, русско-сербская мужская и женская гимназии, русское музыкальное общество, русский общедоступный театр, общество русских художников и государственная комиссия по вопросам русских беженцев. Храм Покрова Пресвятой Богородицы действовал в правом крыле нижнего зала дом. Русские, а также заинтересованные граждане Белграда и тогдашней Югославии имели в своем распоряжении концертные и театральные залы, читальные залы, выставочную площадку, библиотеку, гимнастический зал. Русский дом стал центром общественной жизни русских эмигрантов, а также местом, где сербский народ знакомился с культурой и традициями своих русских друзей. Библиотека русского дома была крупнейшей сокровищницей русской книги в Белграде. Она создана на базе библиотеки, основанной в 1920 году представителем Русского союза городов в Королевстве. Первый вклад в это благородное дело внесла анонимная серка, пожертвовав 100 русских книг. В 1928 году библиотека насчитывала уже 20 тысяч книг, потом на помощь пришел Русский культурный комитет, и в 1933 году на полках библиотеки стояло уже 60 тысяч книг. К началу войны библиотечный фонд составлял 130 тысяч томов. Практически весь фонд библиотеки потерян в 1944-1949 годах, часть книг сгорела в топке котельной во время холодных военных зим, несколько тысяч книг, переживших войну, были подарены Обществу дружбы Югославии СССР, а после его ликвидации в 1949 году большая часть книг была передана в Белгородскую городскую библиотеку, другая же часть в 80-х годах направленного в Москву в библиотеку имени Ленина. Многие издания из коллекции библиотеки пострадали в период неопределенности в начале 90-х годов. И тем не менее, на данный момент библиотечный фонд Русского дома составляет свыше 60 тысяч томов. С момента открытия в Русском доме выступали и творили выдающиеся представители русской культуры, науки и искусства. Пианист Николай Орлов, певец Федор Шаляпин, политолог Петр Струва, юрист Федор Тарановский, филолог Евгений Анечков, философ Иван Ильин, художник Степан Колесников – это лишь некоторые из них. Русский научный институт, основанный в 1928 году в Белграде, был одним из крупнейших российских эмигрантских научных учреждений. Согласно анкете этого института, в 1931 году в Югославии находилось 472 русских ученых. По приглашению института работали и выступали такие писатели и поэты, как Мережковский, Балимонт, Северянин, Гиппиус, Куприн, Аверченко и Шмелев. Институт, чья штаб-квартира располагалась в Русском доме, прекратил свое существование осенью 1941 года, но восстановил свою деятельность спустя 80 лет в этом году. В Русском доме в Белграде размещались две гимназии и начальная школа. Первая русско-сербская гимназия в Белграде была основана 14 октября 1920 года. Само название этого учебного заведения свидетельствовало стремление его основателей сделать все, чтобы воспитанники, по словам его первого директора Владимира Плетнева, оставались русскими, сохраняли понимание, знания и любовь к стране, которая в самые тяжелые годы проявила себя истинным и бескорыстным другом. Воспитанники гимназии в будущем должны были стать залогом тесной связи между сербским и русским народом. После убийства в 1934 году короля Александра Кирогеоргиевича, который был покровителем гимназии, покровительство над ней взял на себя регент-принц Павел и его супруга-княгиня Ольга. И именно по его рекомендации в 1933 году гимназии были переведены в помещение русского дома, где и проработали до июля 1944-го. С приходом немцев в апреле 1941 года русская эмиграция оказалась расколотой. Однако надежда на перестройку советской власти, ожидание освобождения Белграда от немецкой оккупации в течение всей войны разделяло значительное количество русских в Сербии. Во время оккупации наиболее активные просоветские русские в Белграде были собраны в крупную около 200 человек организацию «Союз советских патриотов». С конца октября 1944 года «Союз советских патриотов» как единственная легальная российская организация представлял интересы русской миграции и обустраивал помещение русского дома, разрушенного в результате экстренной эвакуации и уличных боев в октябре 1944 года. Однако уже в начале 1945 года здание перешло под контроль советских военных властей в Белграде, а затем и посольству. Формально это было определено решением новых югославских властей передать здание русского дома дипломатическому представительству СССР. Количество русских эмигрантов в стране резко уменьшилось, и фактически они перестали быть эмигрантами, потому что с 1946 года было принято решение о возможности репатриации и возврата советского гражданства. При таких условиях в 1946-1949 годах эмигранты должны были либо стать гражданами СССР с перспективы возвращения на родину, либо выбрать югославское гражданство, став местным русским меньшинством. Русский дом был превращен в дом советской культуры, но связь между ним и русскими эмигрантами окончательно не прервалась. Существовало общество советских граждан, бывших русских эмигрантов, принявших советское гражданство, которые активно участвовали в укреплении советско-югославских культурных связей. Выдающийся русский архитектор-мигрант Григорий Самойлов работал над интерьером и превращением здания русского дома в дом советской культуры. После конфликта между Иосифом Сталином и Иосифом Брустита в 1948-1953 году ситуация резко изменилась. Русская эмиграция окончательно исчезла, половину изгнали из страны, остальные притаились и превратились в непризнанное и преследуемое меньшинство. Культурный обмен был прерван, и здание дома советской культуры было превращено в крепость. Количество сотрудников было максимально сокращено, бывшая верхняя часть участка русского государства была превращена в тот момент в пустырь. Историческое здание российского императорского посольства было снесено во время обострения советско-югославских отношений в 1951 году. После нормализации отношений в 1956 году дом советской культуры продолжил работу по сближению наших народов и государств, как часть ВОКС, Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. В начале 90-х годов с распадом Советского Союза и бывшей Югославии наступили очень тяжелые времена, которые даже поставили под вопрос продолжение работы Российского центра наук и культуры. Началась долгая борьба за сохранение здания русского дома в Белграде, которое чуть не подарили Украине для основания здесь посольства, в целых раздела менее полезного имущества. Многочисленные протесты местной русской общины в Сербии и протесты экспертов в Москве спасли историческое здание. С 1994 года официальное название здания на улице Кралицы Натальи Российский центр науки и культуры в Белграде. Однако финансирование организации было значительно сокращено. Количество сотрудников, направлений работы и мероприятий резко сократилось, и тем не менее деятельность русского дома с этого момента ни разу не приостанавливалась. На 60-летие русского дома в 1993 году была проведена церемония повторного освещения здания, и тем самым началась деятельность по возвращению исторического названия «дом». Сербский народ, а также русские, которые живут и работают в Сербии, ласково называют наш дом «русским домом». Оставшийся участок российского государства был превращен в парк, где в годовщину Первой мировой войны был воздвигнут памятник Николаю II на том же месте, где когда-то был торжественный зал, в котором висел портрет русского императора. На этом месте установлена мемориальная доска в память о находившемся здесь посольстве России, Центра царской дипломатии и русской эмиграции. Сегодня русский дом является учреждением первостепенной важности для поддержания и укрепления связи между нашими странами и нашими народами. Многие поколения сербов впервые именно здесь соприкоснулись с русским языком, русской литературой, русским кино и другими видами творчества. Под его сводами молодые люди могут получить подробную информацию о возможностях бесплатного обучения в России. Тот факт, что в последние годы деятельность и программа русского дома значительно расширились, очень отраден. Качество российско-сербских отношений в будущем во многом будет зависеть от работы российского Центра науки и культуры в Белграде. В начале марта этого года сеть Россотрудничества начала использовать традиционное название «Русский дом» для всех своих филиалов по всему миру. Таким образом, русский дом в Белграде в конечном счете вернул свое доброе имя, которое помнит поколение белградцев.